Давайте тогда займемся с одной стороны пополнением парк, и эту проблему не будем снимать с контроля, а с другой стороны надо решать вопросы, в том числе модернизации базы. Их цель – развивать электротранспорт в Саратове. Долгое время местные троллейбусы были в ужасном состоянии. Подвижной состав был изношен на 90%. Исправлять ситуацию начал спикер Госдумы Вячеслав Полозин после обращения сотрудников предприятия. Он взял шефство на ЦГЭТ и после договорился с правительством столицы о передаче Саратову 90 рогатых. Нам необходимо увеличить количество водителей на троллейбусах, чтобы мы могли перевозить количество горожан и убирать дублирующий маршрут автобусов. Это последний шаг, который принципиально даст экономику в целом для предприятия. Еще одной из главных задач стало повышение сотрудникам заработной платы. Если раньше, по словам опытных водителей, они получали около 14 тысяч в месяц, то теперь эта цифра возросла в несколько раз. А зарплата начинающих специалистов была поднята до 30 тысяч рублей. Благодаря этому 25 водителей троллейбусов вернулись на работу в СГЭТ. Заработал за сентябрь за 14 дней 53 тысяч. Я просто полмесяца был в отпуске и полмесяца отработал. У меня получилось 3 или 4 дня выходных я еще выходил. Получилось 53 тысячи. В сравнении с тем, что было? В сравнении с 14 тысяч. Вы с крышей. А у вас как? Может быть это единственные? На руке получили 92 с половиной тысяч. Как отмечают работники предприятия, к ним уже планируют приехать из Балакова и Санкт-Петербурга. Сейчас в Ленинском депо не хватает еще 80 специалистов. Это водители, слесари, кондукторы. Вячеслав Володин отметил, что модернизация общественного транспорта продолжится. Планируется, что в следующем году Саратов примет участие в лизинговой программе по закупке 35 единиц новых троллейбусов. Анна Забалуева, Александр Кравченко, Саратов, 24.